Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 июня, Православная Церковь совершает память священномученика Ионикия, митрополита Черногорска-Приморского. Священномученик Ионикия Липовац занимает особое место в ряду сербских новомучеников, прославленных в лике святых в конце XX века. Этот архиерий Божий был одним из первых, кто открыто возвысил свой голос против террора коммунистов, вергнувших сербский народ в огонь братоубийственной гражданской войны. Он же вместе с большей частью веренного ему духовенства стал и одной из первых жертв этого террора. Можно с уверенностью сказать, что вступление на кафедру черногорских митрополитов стало для владыки Ионикия началом восхождения на Голгофу. Четыре года архипастерского служения его были исполнены постоянных невзгод и потрясений, страданий и непрестанной отчаянной борьбы за церковь и народ. Будущий священномученик родился 16 февраля 1890 года на берегу Которского залива Адриатического моря. В крещении ему было дано имя Иоанн. Будущий архипастер закончил гимназию в Которе, Богословский институт в Задоре, а затем и философский факультет Белградского университета. В 1912 году на день святого Дмитрия епископом Бока-Которским и Дубровицким Владимиром он был рукоположен в сан диакона, а через два дня принял священнический сан. В последующие годы он нес служение в родном Которе и Петровце, а с 1922 года преподавал в гимназии и в семинарии в Цетине. В 1925 году был переведен в Белград, где я преподавал в первой мужской гимназии. 8 декабря 1939 года архиерийский собор Сербской Православной Церкви избрал его как вдового священника, викарием патриарха сербского для Черногории с почетным титулом епископа Будимульского. 1 февраля 1940 года митрополит Скобский Иосиф Цвиевич совершил его монашеский постриг с именем Иоаннике, а 10 февраля в Кафедральном соборе Белграда произошло наречение новоизбранного епископа. 11 февраля 1940 года патриарх сербский Гавриил в сослужении митрополита Скобского Иосифа и епископа Зворницко-Тузландского Нектария совершил епископскую хератонию владыки Иоаннике. 20 февраля 1940 года гепископ Иоаннике прибыл в расположенной на границе вверенной ему епархии город Герцог Нове. В пасхальном послании 1942 года, опубликованном в газете «Голос черногорца», митрополит Иоаннике открыто выступил с осуждением коммунистов. «Дорогие мои духовные чада», писал он, «сегодня, когда мы празднуем светлое Христово воскресение, сердце мое исполняется печалью и горечью. Душа моя плачет, когда думаю, что уже больше года часть нашего народа, особенно молодежь, пошла путем греха, поплыла мутными коммунистическими водами». Обратив внимание на причины того, почему коммунистические идеи нашли благодатную почву в Черногории, Владыка пишет о том, что коммунизм начал свое разрушительное действие уже много лет назад. «Что коммунисты требуют от нашего народа? Не больше, не меньше, как отречься от своей народности и православия, а значит, отречься от того, что для народа самое святое и самое дорогое, что составляет основу его жизни и смысл его существования». Далее Владыка осуждает коммунистов за то, что 13 июля 1941 года они подняли кровавое восстание, приведшее к неисчислимым народным страданиям, и обогрили свои руки братской кровью. Долгие годы имя священномученика практически было предано забвению. Только в 1990-е годы историки и церковные публицисты получили возможность исследовать судьбу и духовное наследие митрополита Ионикия. В 1996 году вышла в свет книга Велебара Джомича «Голгофа митрополита Черногорско-Приморского Ионикия», в которой были собраны документы, в полной мере отражающие все обстоятельства нелегкого служения архиерея в годы войны и оккупации. 22 мая 1998 года Священный Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви на своем заседании принял решение о канонизации митрополита Черногорско-Приморского Ионикия Липовца в лике священномучеников наряду с другими сербскими архиереями, пострадавшими за Христа в годы Второй мировой войны. Торжественное прославление священномученика Ионикия в лике святых состоялось 22 мая 2002 года в храме святого Саввы в Белграде. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Митрофана Патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия Игумена Пешножского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, священномученика Конкордия Римлянина Пресвитера, священномученика Астия епископа Дирахийского, преподобного Зосимы епископа Вавилона Египетского, священномученика Георгия Богича Пресвитера, преподобного Давида Гориджийского, священномученика Петра Беляева Пресвитера, праздную сообретение мощей, священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковой сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!